Одна из самых непростых задач, с которой школьники и их родители сталкиваются на уроках русского языка, состоит в том, чтобы записывать фонетическую транскрипцию. Самые начальные школы нас заставляют в квадратных скобках перечислять, из каких звуков состоит слово. Тут же возникает множество разных вопросов, которые активно обсуждаются на родительских форумах. Это вопросы типа, какую букву надо писать в транскрипции «е» или «э», как обозначать «й» при помощи русской буквы и краткой, или при помощи латинской буквы «йод». Какие гласные надо писать в транскрипции в слове «голова» — надо ли писать, например, «голова» с тремя «а» или надо писать «г-ла-ва» в первом слоге рисовать твердый знак, во втором слоге рисовать крышечку, считая, что это разные звуки и так далее. Все эти споры, конечно, очень интересны, но на самом деле они скрывают главное, потому что когда мы записываем транскрипцию, гораздо важнее тот факт, что мы вообще можем человеческую речь подчленить на линейную последовательность таких вот кирпичиков, которые мы называем звуками, и что эти звуки мы выделяем достаточно похожи в разных языках. Это довольно необычная особенность, которая заслуживает внимания. Собственно говоря, на нее стали как-то необычные обращать внимание в середине XX века, потому что именно тогда возникает интерес к тому, что такое вообще человеческий язык, чем он отличается по своему устройству, например, от языков животных. Французский лингвист Андре Мартине предложил в качестве одного из важных свойств, которые определяют язык, так называемое двойное членение, то есть мы можем поделить высказывания на части, которые имеют смысл. Например, если мы произносим фразу «мальчик моет голову», то есть слово «мальчик», есть слово «моет», есть слово «голова», каждый из них что-то значит, мы понимаем, какие образы за ними стоят. Но дальше на следующем этапе членения эти элементы в свою очередь членятся на минимальные единицы, которые смысла не имеют. То есть слово «голову» можно причленить на шесть звуков «г», «о», «л», «а», «в» и «у», никакое из них ничего не обозначает, никакое из них к голове человеческое отношение не имеет, но тем не менее из них составляется вот это слово. Дальше эту идею использовал в своем знаменитом списке языковых универсалей, то есть таких свойств, которые присущи всем человеческим языкам, американский лингвист Чарльз Хокетт, который тоже говорит, что двойное членение — это важная особенность человеческого языка, отличающая его от неязыковых систем. И получается, что мы можем делить слова на звуки. Из каких звуков вообще состоят человеческие слова? Есть ли какой-то универсальный набор, который включает в себя все, что мы можем или не можем произнести? Такие наборы в лингвистике вполне себе разработаны. Самый известный набор, которым часто пользуются для описания разных языков — это так называемый международный фонетический алфавит, который включает в себя символы для записи речи на всех существующих человеческих звуковых языках. Вы видите, что таблица символов международного фонетического алфавита огромная, в нее входит огромное количество знаков. Есть набор знаков для согласных, есть набор знаков для гласных, есть всякие дополнительные значки. Они устроены довольно сложным образом, много необычных знаков, так с первого взгляда не разберешься, но постепенно, если начинаешь это использовать на практике, то привыкаешь. Давайте чуть-чуть поподробнее посмотрим на таблицу с согласными. Можно заметить, что фактически она оказывается трехмерной. Есть строки, есть столбцы. Особенно просто понять, что означают символы слева и символы справа в ячейках. Это глухие согласные и звонкие согласные, которые соответствуют друг другу. То есть пары типа ПБ, ФВ, СЗ и так далее. Что касается столбцов, то в каждом столбце мы находим звуки, которые произносятся в одном месте речевого аппарата человека. Например, есть столбец, в котором перечислены звуки ПБМ и так далее. Это звуки губно-губные, то есть звуки, которые образуются при помощи губ. Говорят, что эти звуки объединяются местом образования. Ну или, например, если мы посмотрим на звуки КГН, то это звуки вилярные или задненебные, когда говорят заднеязычные. То есть это звуки, которые образуются при помощи задней части языка и заднего неба. Соответственно, КГН образуется где-то там. звуки, опять-таки, одного места образования. Если мы посмотрим на строки, то в строках объединяются звуки, у которых общий так называемый способ образования. Например, есть самая верхняя строка в этой таблице, которая включает в себя звуки ПБТДКГ. Это так называемые смычные или взрывные звуки, которые образуются следующим образом. У нас поток воздуха преграждается полностью, но когда мы говорим П, мы смыкаем губы так, что воздух не проходит. Дальше воздух за этой смычкой нагнетается, и в какой-то момент происходит взрыв. Поэтому, собственно говоря, отсюда берутся названия смычные и взрывные, и воздух с шумом выходит наружу. Точно так же образуются звуки типа Т, К и так далее. Бывают носовые звуки, это следующая строчка в этой таблице, когда воздух идет не только в рот, но и открывается проход в нос. Это звуки типа М, Н, Н и так далее. Бывают какие-то более нетривиальные звуки, которые есть в этой таблице, например, дрожащие звуки. Вот скажем Р, такой типичный пример дрожащего звука, когда язык дрожит где-то рядом с зубами, или из более необычных для нас звуков, звук типа Ф, Ф, дрожащий губно-губной звук, потому что это такое лошадиное в нем нам слышится. В русском языке мы к нему не привыкли, но тем не менее он на себе может существовать. Ну или, например, так называемые щелевые звуки, звуки, которые образуются, когда органы во рту подходят близко к друг друг другу, но все-таки небольшой проход для воздуха остается. То есть мы говорим Ф, мы губы приблизили к зубам, но тем не менее воздух может проходить через эту щель, и поэтому создается какой-то такой звук. Вот это, собственно говоря, показывает нам, что разнообразие звуков в языках мира очень большое. В этой табличке мы видим очень много разных символов. Конечно, совершенно не все из них мы вообще привыкли воспроизводить и воспринимать на слух. То есть вот, например, рядом с М в соседнем столбце есть звук, который обозначен буквой М с крюком. Это звук типа М, который получается, если мы прижимаем нижнюю губу к верхним зубам и дальше производим носовой звук. Это звук, который мы в нормальных условиях просто так сами по себе не произнесли бы, хотя мы вполне умеем на самом деле его произносить. Мы говорим его, например, в слове амфора. Попробуйте сказать амфора, и вы убедитесь, что вы говорите МФ перед Ф, вы произносите ровно это М, а не нормальное М губное. Так что в этом смысле оказывается, что очень многие из этих звуков мы произносим, сами того не зная. Многие, конечно, и не произносим, но тем не менее, если нам захочется, все это звуки, которые находятся в пределах возможностей человека и человеческого артикуляционного аппарата. Так что, если захочется, то сможем произнести. Из таких значков, возможно, с разными сложными надстрочными и подстрочными значками, которые к ним добавляются для того, чтобы более тонко обозначить особенности произношения, составляется фонетическая транскрипция международным фонетическим алфавитом и записывается, из каких, собственно говоря, звуков состоит человеческая речь в реальности. В этом смысле системы транскрипции, которые существуют в отдельных национальных традициях, конечно, немножко менее удобны, может быть, потому что они разные. Например, в русской школе нас учат фонаскрибировать кириллицей на уроках русского языка, например, в каких-то других странах могут быть другие свои национальные традиции, поэтому удобно, что есть этот универсальный стандарт. Если мы посмотрим на транскрипции, сделанные международным фонетическим алфавитом, то мы можем обнаружить, что там тоже нет единственно правильного ответа. То есть никогда ни для какой последовательности звуков невозможно сказать, что ее надо транскрибировать именно так, а не иначе. То есть эта школьная идея, что есть некоторые правила транскрипции, а если не так, то мы поставим вам двойку, она, конечно, не работает, потому что транскрипция может быть для разных нужд разная, может быть более подробная, может быть менее подробная и зависит от того, что именно мы хотим передать. Вот, например, перед вами два образца транскрипции русской фразы «Однажды северный ветер и солнце поспорили, кто из них сильнее», один, как вы можете заметить, более человечно выглядящий, другой намного более страшно выглядящий, там какие-то дополнительные значки появляются, надстрочные, в больших количествах подстрочные, которые обозначают всякие тонкости произнесения звуков. Что это значит и зачем это нужно? Например, мы можем в транскрипции написать т, просто написать букву т, и это будет уже вполне хорошо. С другой стороны, мы можем уточнить, что русское т произносится, когда мы прижимаем язык к зубам, то есть мы произносим его не так, как английское т, где кончик языка находится немножко дальше во рту. Это тоже может быть обозначено в транскрипции специальным значком. Например, если мы посмотрим на русское слово «кошка» и сравним его с русским словом «кашка», то мы обнаружим, что их начальные согласные произносятся довольно заметно по-разному. Когда мы говорим «кошка», у нас уже на «к» губы округлены, мы произносим «к». Когда мы говорим «кашка», у нас никого округления губ нет, мы говорим «к». Это в каком-то смысле довольно разные звуки. Если мы захотим передавать это различие, то мы можем задуматься вот о чем, что нам надо в транскрипции обозначить один как «к», например, с надстрочной буквой «w», чтобы показать, что это звук с огублением, с округлением губ, а другой обозначим просто как «к». Но это необязательно и, строго говоря, интересно здесь то, что люди, которые говорят по-русски, этой разницы в нормальном случае не слышат, то есть если я не обращаю внимания людей, что вы иногда говорите «к» и «к», то они никогда и не заметят, что в слове «кошка» и «кашка» довольно заметно довольно сильно разные звуки в начале слова. И это, собственно говоря, очень важно, потому что действительно все это разнообразие звуков, которое может быть произнесено человеческим речевым аппаратом, мы его редуцируем, то есть мы уменьшаем это разнообразие в плане того, что мы понимаем как отдельные звуки и что мы осознаем. И, собственно говоря, это один из важнейших предметов изучения той области лингвистики, которая называется фонологией.